20 минут о красивой жизни, знаковых событиях и выдающихся людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! ВИП-дефиле в рамках фестиваля «Платье города» – это когда одежду челябинских дизайнеров представляют известные люди. И если образы, которые будут представлены на подиуме, пока держатся в секрете, то на репетиции «дефиле» уже пускают журналистов. Традиционно выход на подиум «Платье города» VIP-персон является одним из самых зрелищных моментов фестиваля. Подготовка к вип-дефиле – это один из самых сложных моментов подготовки в целом фестиваля моды. В целом, скажем так, на 90% все готовы, готовы наряды, уже делали пробные прически. Учим заново ходить, держать спину. Мы должны раскрыть индивидуальные особенности каждого человека, то есть найти вот такое сценическое воплощение, как бы артистизм, вот именно данный, присущий этому конкретному человеку. И это должно быть настолько убедительно, это даже, может быть, должно быть более убедительно, чем работа моделей на показе, потому что мы показываем все-таки VIP-персон, людей, которые успешны в своих рабочих направлениях и в направлениях бизнеса, но они должны еще и подтвердить, что они все могут на сцене. Сольный и массовый номер участники репетируют со всей ответственностью. Вот когда мы все вместе, мы как одна команда. Когда каждый идет сам по себе, то есть он понимает, что у него особое внимание, и уже тяжелее. Ну, в общем-то, сейчас вот уже когда понятно, что я буду делать, мне уже индивидуально нормально. То есть я уже поняла, потому что пока непонятно, что куда ручки, куда ножки, еще так тревога была. В истории VIP-дефиле время от времени случаются семейные выходы. Вместе со своим папой Денисом Мякишевым, заместителем председателя Союза журналистов Челябинской области, выступит его дочка Вероника. Мы здесь учимся хорошо и правильно ходить. Будет у меня платье, а у папы будет пиджак. Руководители бизнеса, чиновники, общественники нелегко находят в рабочих графиках время для репетиций. Однако есть веская причина, ради чего иногда стоит отменить важные дела. На самом деле вот эти репетиции, эти вот прохождения, они дают нам возможность сделать паузу, обернуться к самой себе, потому что времени на себя только, как это, по остаточному принципу. И когда ты здесь, вот в этом месте вдруг понимаешь, что можно научиться красиво ходить, и можно даже этим привлекать внимание, даже своего любимого мужа, потому что ты обновляешься, потому что ты становишься другой, потому что ты становишься непривычной. И это очень дорого стоит, вот ради этого, наверное. Теперь о коллекциях. У дизайнеров-участников последние недели перед фестивалем особенно напряженные. Времени на доработку коллекций остается все меньше, однако модельеры говорят, что сложностей нет, ведь вдохновляются они теплом, весной и яркими красками. На платье города я представляю коллекцию «Лунный бриз». Дук этой коллекции, наверное, фильмом «Завтрак у Тиффани», поэтому изделия в коллекции легкие, воздушные, в чем-то ветреные, очень комфортные. Название моей коллекции – это «В душе весенний бриз». Зима – это время сдержанных оттенков, весной хочется ярких цветов, но такого бережного, плавного перехода от серых, синих сдержанных оттенков к более ярким, мятным, синим, голубым, бирюзовым. Мне очень нравится смешение фактур, сложных сочетаний шелка, трикотажа, жаккардовых оттенков и всеми любимый на сегодняшний день вариант фактуры – это «Шанель». Изделия кожаные, они цветные, и мужские более темные, женские более яркие, более радостные, более летние. И так как наш дом в Буросе с творческой мастерской кожаных изделий, конечно, основной акцент мы делаем на аксессуарах. То есть это наша фишка, в этом мы сильны, то есть в ремнях, в амуниции, в сумках, в саквояжах. Поэтому основной акцент все-таки – это новая коллекция сумок и аксессуаров. В своей коллекции я хочу посочетать свободные формы и подчеркнутые женские линии, такие как талия, как щеколотка ноги, как запястье. Чтобы это смотрелось со сцены, чтобы зрителю было интересно. Но тем не менее, все изделия, все комплекты носимые. То есть если их раскомплектовать из коллекции, то это обычные носимые повседневные вещи. Фестиваль в этом году – 20-й юбилейный. А значит, стоит ожидать грандиозного события и множества сюрпризов. На днях Челябинск посетил известный французский кондитер Жером Шассес. В рамках визита знаменитого шефа в наш город состоялась его встреча и с челябинскими коллегами, и с гостями одного из ресторанов, а также со съемочной группой программы «Бьюти Тайм». На кухне кондитерской «Бон-Бон» знаменитый Жером Шассес. Шеф-кондитер, обладатель почетного звания «Лучший мастер Франции». Это как профессор для науки, генерал для армии и кутюрье для мира моды. Звездный кондитер много путешествует по миру, а это и весной добрался до Челябинска, чтобы поделиться своим мастерством, что, кстати, он делает не так часто. Наше обучение, оно уникальное, потому что каждая деталь, каждый вопрос, который долгое время вертелся в голове, но ты не мог найти на него ответа, он может найти ответ, потому что он профессионал, уже 30 лет он работает кондитером. И ему важно, ему важно передать информацию, ему это нравится, и мы пользуемся этой возможностью и тоже учимся и хотим стать лучшим. Кондитеры – это люди, которые работают как будто бы в сфере моды, то есть те же дизайнеры, которые с каждым сезоном придумывают что-то новое, так же и кондитеры придумывают что-то новое. Но никогда не стоит забывать о традициях, традиции существуют как во Франции, так и в России, и у вас, например, есть такие замечательные десерты, как Медовик, Павлова или Наполеон, их всегда нужно сохранять, потому что это часть вашей культуры, но при этом нельзя забывать о чем-то новеньком, и представлять это гостям так же равнозначно, как и новые десерты. Тема десертов у нас в стране больше связана с детьми и женщинами, в то время как во Франции сладкое любят все одинаково. Правда, взрослые бывают озадачены сохранением фигуры, выбирая фруктовые десерты в надежде получить меньше калорий. Я считаю, что не нужно себя лишать десерта, что нужно всегда пробовать, и даже есть большая порция, мы можем попробовать свой кусочек, но уже на столице, потому что не дегустируют. И мне всегда нужно что-то пробовать, то есть это может быть не в огромном количестве, но, по крайней мере, продегустировать. И на самом деле мой вкус развивался как вкус у семильена, например, то есть я что-то чувствую, я вкушаю аромат, мой вкус развивается, и я продолжаю творить что-то новое каждый день. Под руководством мастера челябинские кондитеры преобразили вкус привычных десертов. Так, например, знаменитая пирожная Павлова благодаря температурным нюансам в процессе выпекания обрело еще более нежную текстуру. К тому же в малиновый джем добавили имбирь. Представил Жером и свои уникальные рецепты. Это разработка Жерома. Этот десерт называется дюпло по-французски или дупло по-русски. Почему так? Дети, например, они сейчас вспомнили, что такое было лего дупло. Нам вот эти шарики могут напоминать вот эту форму маленького конструктора. Это темный шоколад, и внутри него это крем на основе сливок и джандуя. Джандуя – это смесь молочного шоколада и фундучной пасты. Наряду с технологическими тонкостями приготовления, в кондитерском искусстве все большее значение приобретает экологическая составляющая. Во Франции сейчас практически не используют красители. Есть определенные нормы, которые нельзя нарушать, и это проверяется. Ну и люди начинают задумываться о том, что они едят. Нужно всегда использовать местные продукты, и мы как раз заканчиваем десерт с брусникой, и также с облепихой. Важна элегантность и дизайн десерта, но при этом никогда не стоит забывать о вкусе. Десерт должен быть красивым, чтобы притянуть взгляд, чтобы его купили, и вкусным, чтобы вернулись попробовать его снова. Роль десерта, особенно мастерски приготовленного, нельзя недооценивать. Ведь это все неповторимые эмоции, которые приносят удовольствие, делают жизнь яркой и разнообразной. Массажи народов мира, спа-медитации, арома-ванны, колотеновый солярий, чайные церемонии. Все секреты восстановления здесь. Этно-спа. На Академика Королева, 31. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга, 44. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Соне Кривой, 30 и Пушкина, 65. Это «Бьюти Тайм», программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Александр Васильев любит подчеркивать, что его слушательницы в основном женщины. Не исключением стал и этот его приезд в Челябинск. Всемирно известный историк моды, театральный художник и декоратор, коллекционер, автор книг и телеведущий выступал с лекцией «Иконы моды и стиля 20 века». Сам маэстро признается, что современная мода ему чужда, поэтому сегодня все будет в стиле ретро. Прощание с высокой модой было в 60-е годы. Все травмировалось в эпоху хиппи. Как только пришел унисекс, сразу все пошло на свалку. Дело в том, что единственное, что может сохранить элегантность, что сохраняло элегантность, это гендерные различия. Мужской стиль и женский стиль. Но так как женщины самостоятельно взяли у мужчин абсолютно все, начиная от пиджака, который они сделали, и жакетом, брюками, мужской обувью, рубашкой, смокингом, бабочкой, беретом, котелком, короткой стрижкой. Все виды одежды, которые сейчас носят женщины, они кроме платья имеют мужское происхождение. Даже колготки сначала носили мужчины, а только потом раньше. Я, конечно, специалист больше по истории моды. Современная мода – это мой заработок. Это то, что людям проще. И вот, скажем, я сейчас, когда открывал выставку на Нижегородском вокзале, там очень красивые модели за сто лет, потрясающие. Я спросил у одной обывательницы с наклеенными ресницами, скажите, вам понравилось? Она сказала, ну не то, чтобы понравилось, сейчас у меня получше наряды. Я посмотрел на его тщедушный вид. Мне так было жалко эту дамочку, она ни черта не поняла. Она смотрела только сквозь призму собственного гардероба. Она не оценила дизайн, работу, вышивку, аппликацию, значимость персоны, которая носила. Эти вещи – все прошло мимо него. Маэстро Васильев, известный своим непростым характером, на этот раз пребывал в хорошем настроении. По этому поводу у него даже есть теория. Мы сегодня полдня провели вместе, мы ходили по антикварным магазинам. Он рассказывал нам много всяких интересных историй в своей жизни. Сказал сегодня такую интересную фразу, мы говорим Александру, на вас невозможно не смотреть и не улыбаться, потому что вы настолько милый и приятный. И он говорит, нужно одинаковое количество усилий, чтобы быть как противным, так и приятным. Он говорит, вот я решил быть всегда приятным. Вот мне кажется, есть какая-то, да, в этом правда жизни. Александр – известный историк моды, конечно. В первую очередь, это человек, который настолько этой темой проникнул, связан. Он действительно о каждой вещи и о каждой исторической теме очень много знает, потому что он в ней. Ультрамодные идеи во все времена вызывали отторжение у консервативного большинства. И если говорить о сегодняшнем дне, то это противоречие заключается в том, что вышла из моды классическая эстетика и гармония. Сейчас как раз кич и дурной вкус в почете. Сейчас в моде едкие цвета, ярко-розовый, в моде леопард, блестки, стразы. Все то, что мы так долго отрицали, сейчас очень популярно. Сейчас модно носить колготки с босоножками. Сейчас модно носить жуткие кроссовки очень большого размера, которые делают ногу женщины равные 43-44 размеру, так называемые ugly shoes. И я не могу сказать, что это очень все элегантно. Сейчас такой период. Мы подходим к следующему десятилетию. Начнется меньше, чем через год. И значит, как вы знаете, мода всегда резко меняется каждые 10 лет. То есть то, что мы видели в этом десятилетии, а именно 2010-е годы, ну, канет в лету и начнутся 2020-е годы, будет совсем другой стиль. Победа мусульманства, платок на голове, хиджаб, широкие вещи, отсутствие женственности, талии, прикладные плечи, своего рода унисекс. Но уже пришло это во многом. Например, броденка у мужчин, пришедшие к нам с Востока, отсутствие носков. Это тоже все признаки мусульманства. Осталось ждать 15 лет до полной исламизации России. 15 лет. Спасибо вам большое. Я передаю всем привет жительницам Челябинска, всем тем, кто меня помнит, любит, ходит на мои выступления. Я всегда с вами. И не забывайте о моей новинке этой книги. Всего вам доброго и до новых встреч у вас на экране. Это Бьюти Тайм дали о выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. В современной моде много минимализма, отказа от излишних деталей, акцент на фактуре. Но, несмотря на это, украшения все же находят свое место в современных образах. На смену цветам, бабочкам и прочим романтическим идеям приходят графичные конструктивные линии. Для тех, кто относится к украшениям с утилитарной точки зрения, дизайнеры предлагают облегченные весенние шарфики. Ну а чтобы каждый день выглядеть по-разному, украшения, подобно вещам в гардеробе, можно также сочетать между собой, надевая цепочки, колье и сатуары по два, по три или даже все сразу. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов Априори. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Администрация города Челябинска. И имидж-клуб Светлана приглашают. 26 марта в оперный театр. На 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе. Дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля. Зухра Солохуддин и Сергей Сысоев. Город Москва. Не пропусти главное модное событие. Билеты в городских зрелищных кассах. Вся сюжета «Бьюти Тайм». Новости и анонсы событий на нашем сайте, а также на страницах в Инстаграм и ВКонтакте. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон».